Добрый день! Мы в прямом эфире. Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Евгений Стрельцов. Новый сезон. Сентябрь. Мы снова начали наши эфиры. Присоединяйтесь. У нас сразу несколько тем. Сегодня мы поговорим о том, что не так с образованием детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Поговорим о том, почему исторические памятники под угрозой в Украине и при чем здесь коррупция. И также мы поговорим о том, кому нужна помощь здесь и сейчас среди людей, которые в том числе вынуждены были переселиться с оккупированных территорий. Ну, а первый гость у нас Алина Терлецкая. И мы сейчас будем говорить о Центре творчества и науки для сирот и детей из малообеспеченных семей. Это такой проект, который появился совсем недавно. И вот, собственно, что он собой представляет, мы сейчас и узнаем. Отже, Алина, доброго дня еще раз. И давайте, по-перше, поговорим о том, какие задачи стоят перед центром, для кого он в целом. Ну, в целом, центр створен для сирот, поки що в Харькове, в межах Харкова. И для детей СЖО. СЖО – это дети с сложными життєвыми обставинами. Тобто, из малообеспеченных семей, там, на півсироти. И там діти, ну, тобто, коли батьки, вони постійно, ну, зайняті заробітком грошей, або коли у сім'ї недостатньо грошей, і вона не може собі дитина дозволити розвиватися повноцінно. Так як, на превеликий жаль, зараз в школах не дається та освіта, та якість освіти, яка потрібна для того, щоб дитина могла отримати на 100%. А чому? Що будуть вивчати діти в вашому центрі? Зараз ми хочемо більше зробити, мабуть, вплив на підготовку до ЗНО і ДПА, тому що вступ до вишу зараз – це дуже важливо. І тому ми будемо готувати по таким предметам, як українська мова, підготовка до ЗНО, географія, історія. Зараз відкрита кандидатура викладача англійської мови, нам дуже потрібен викладач, тому якщо хтось хоче допомогти нам, то приєднуйтесь до нас. А давайте зараз одразу скажемо, як до вас приєднатися, якийсь номер телефону є чи є? По-перше, у нас є у Фейсбуці сторінка, називається, або бюфе «Трохи вогню», туди можете написати, також можете зв'язатися з нашим директором. Зараз я продиктую його номер, точніше її, це Вікторія Нестеренко. Я накадаю, що ми в прямому ефірі, якщо у вас є коментарі, будь ласка, пишіть їх під трансляцію в Фейсбуці або в Ютубі. Є номер? Да, номер. 063-96-92-324. Добре, отже, якщо хочете допомагати Центру творчості, будь ласка, дзвоніть, приєднуйтесь, тому що потрібні викладачі, в тому числі англійської мови, наскільки я розумію. Да, особливо, так. Спочатку на волонтерських засадах, а потім будемо шукати для вас підтримку, щоб могли вам оплачувати ваш труд, вашу працю. Чому, в принципі, з'явився цей центр? Ну, що відбувається з освітою для таких дітей? Що не так? Ну, якщо чесно, нещодавно я проходила практику, я взагалі займаю, ну, я вчусь в юридичному університеті і проходила з цим юридичну практику. І я потрапила на допит підозрюваного. І він виявився такого віку, як і я, мені 20 років, і вже в четверте притягується до злочину. Це був хлопчина, він був сиротою. І це, просто, це не поодинокий випадок такого. І, ну, це багато таких випадків, коли діти, коли виходять з дитячого будинку, вони не можуть себе реалізувати. Вони розуміють, що вони нікому не потрібні. Ні державі, і, ну, і батьків у них, ну, немає, ні родичів нікому, та й родичам, в принципі, вони не потрібні. У той дитини була сестра, але, ну, вона нічому ніяк не могла йому допомогти, і він сам по собі був. І він просто, ну, робив злочини. І так само, коли діти виходять, вони не знають, чим себе зайняти, вони не знають, ну, де вони можуть бути, вони не можуть себе реалізувати. І тому наш центр – це, по-перше, як адаптація, як розвиток. Показати, що ти можеш розвинутись, ти можеш підготуватися до ЗНО і вступити до університету. І потім ти можеш отримати, ну, якщо тобі дійсно подобається тим, чи тим будеш займатися, щоб це не було просто для галочки диплом отримати, а от ти зрозумієш, що ти хочеш цим займатися, і потім ти можеш отримати хорошу роботу, якщо ти дійсно будеш фахівцем. Тобто, я так розумію, що прямо зараз, якщо нас хтось дивиться, то, ну, там, діти, скажімо, які не мають можливості отримати освіту, вони можуть якось потрапити до центру, так? Так, він абсолютно безкоштовний. Зараз ми шукаємо підтримку. Ну, у нас є певні кошти, які ми назбирали, тому ми з 15 вересня вже запускаємось, але просто не на повну потужність. На жаль, ми можемо охватити лише, ну, викладати предмети такі, як географія, український, математика, біологія, ну, і от зараз це з англійською, тому що це дуже потрібно. А як ви будете відбирати дітей? Ну, за яким, як це буде відбуватися? Відбор, по-перше, це, ну, сироти, які виявляють бажання до цього. Зрозуміло, що наша, ми повинні їх зацікавлювати і показати, що дійсно уроки, вони повинні бути і цікавими, і як їх можна, як це, воплотити в життя, використати, да, ці знання, які ми можемо їх дати. Як відбирати? Ну, в принципі, поки що просто бажання треба, а далі вже видно буде. А скільки ви дітей хочете прийняти до центру? Так як ми не зібрали тих коштів, які ми планували зібрати, то поки що розраховуємо на 50 чоловік. У нас, ну, ми хочемо орендувати два офіси, у нас минулого року ми вже робили подібний проєкт, і там був у нас, у нас є невеличкий офіс, який ми орендуємо на Ботсаді, і туди ми збирали близько 15-20 чоловік, а ще також робили виїзні уроки до сиротинців. Я нагадаю, що ми в прямому ефірі, і ми зараз говоримо про центр творчості та науки для дітей з сиріт і дітей з малозабезпечених сімей. Я так розумію, що він потребує підтримки, якщо прямо зараз ви нас дивитеся, і у вас є можливість його підтримати, то як ми це можемо зробити? По-перше, ви можете зайти на сайт Indiego.go, це така платформа краундфайдингу, або зайти на наш сайт Бефе Трохи Вогню, і там також буде розповідатися про цей центр докладніше. Він є у Фейсбуці, там, до речі, є відео про наш центр, про який ми мріємо. І також в контакті у нас була група, але зараз блокировка, і також можу продиктувати координати карточки. Давайте, давайте, так. Тільки мені потрібен час. Добре, я зараз поки що, Аліна, шукає інформацію, як допомогти. Скажу, що, в принципі, ми днями говорили про цей центр, і, ну, реально, це дуже важлива історія, тому що ми бачимо, що не всі діти можуть отримати гарну освіту. До речі, скільки триватиме період освіти, скільки вони там будуть навчатися? Вони будуть навчатися протягом всього навчального року, і ми ж починаємо функціонувати з 15 вересня, тому до кінця, ну, як до останнього клієнта, да, можна так сказати, до кінця навчального року, навіть більше, навіть поки оце не почнуться ЗНО, будемо працювати. А вже влітку, можливо, будуть вже більш такі екскурсії. Ми ще плануємо робити екскурсії по всій країні, для того, щоб діти могли також, ну, як це, розширяти своє коло зору. Минулого року у нас теж були такі невеличкі екскурсії до Києва, ознайомлюватися з пам'ятниками архітектури, історії. Так. І, ну, просто також на це потрібно фінансування, і будемо, ну, шукати. Тому, в принципі, намагаємося працювати круглий год, хочемо працювати. Тому давайте зараз скажемо, як допомогти. Картка Приватбанку, чи це не на правах реклами? Да, Приватбанка виходить… Так, зараз, почекайте ще хвилиночку. Підтримуйте цей проєкт, це дуже важливо. І, до речі, наскільки я знаю, ми вже говорили з Аліною перед ефіром, що підтримують, в тому числі, проєкт айтішники. А це дуже важливо, це така велика… Ну, ви знаєте, що це за аудиторія, вони можуть багато чого підтримати, це дуже круто. Отже, якщо є можливість, приєднуйтесь. Також, якщо нас зараз бачать хтось з сімей малозабезпечених, або діти сиріти, і ви не можете отримати освіту, будь ласка, приходьте до Центру творчості і науки для сиріти і дітей з малозабезпечених сімей. Протягом року там буде повноцінна освіта, українська мова, англійська мова, математика і так далі. Ну що? І ще трички часу, якщо можна. Так, це приватбанка-карточка. А ось все, вроді, значна. Ну, добре, давайте тоді просто… Да, заходьте на страничку в Фейсбуці і там все буде. Добре, і якщо є зараз у вас поруч номер телефону, за яким можна дзвонити, тоді зараз давайте ще раз його назвемо. Чи є він? Так, це 063 96 92 324 Вікторія Нестеренко. Це директор нашого фонду. Дякую. Дякую, Аліна. Я вам бажаю, щоб ваш проєкт якомога більше людей підтримало, тому що це класна ініціатива. А ми продовжуємо. Зараз в нас буде відео «Аутизм 1 вересня. Історія хлопчика-аутиста Петі», який в перший раз йде до школи. І він та його мама, вони дуже хвилюються. Давайте подивимося, як це було. Здравствуйте. С Петінах 7 лет, жду, що він прийдет в школу. Я помню, що ми примиряли рюкзак, де-то, наверное, лет в 7. І як це все було волнительно. І тільки зараз, коли 5 і 9, ми готові піти в перший клас. Хоча б хотіла, щоб Петі понравився в школі, понравились б діти. У нас дуже маленький клас. В ньому до вчерішнього дня було 10 людей. І коли ми объявили, що в класі учатся двоя особливих дітей, одні родители забрали ребінка і відказалися в нашому класі учиться. Зато другие родители сказали, що так, мій муж напуган, сказала мама, він переживає. Але я считаю, що дітей должен учиться в класі з разними дітьми і готовиться к реальній житті. Я даже ради того, щоб создати дружественну атмосферу, устроилась учителем в групу продлінного дня в петінг-класс. Я хочу как-то рассказывать детям о Петі, работать с родителями, щоб вони бачили, що ми, в общем-то, обычна семья, доволі активна. І щоб вони бачили і думали, що, в общем-то, на самом деле особенні діти можуть бути чим-то інтересним, з ними можна інтересно общаться. І вообще, ну, как бы, це здорово, що всі ми різні. І будеш іти діржати за тіпну верючку з нами, потім дали, що таке? Ребят, давайте зайдемем в школовку. Пойдемте в школовку зайдем. Так, от сюда придем. Вот сюда, давайте наш пояс зайдем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 мы считаем, что есть, ну, как украинские недолики существующего законодательства, простите, существующего законодательства, храняющего культурную спадщину. В рамках проекта будет внимательнейшим образом проанализированы законы, подзаконные акты, нормативные акты, проанализированы ситуации, сложившиеся в городах Украины, и не просто проанализированы, найдены моменты, которые, возможно, провоцируют даже коррупцию, возможно, ну, подталкивают, ну, провоцируют, опять же, каким-то незаконным действием, и мы хотим разработать предложение по изменению законодательства с тем, чтобы такие дыры, скажем так, закрыть. С одной стороны, а с другой стороны, хотим, конечно же, прислушаться и, допустим, к тем вариантам, которые существуют там в европейских странах, ну, то есть, чтобы это был использован и иностранный опыт тоже. Но в первую очередь, простите, но в первую очередь, все-таки, мы говорим о том, что мы считаем, что нарушения системные, то есть, мы видим проблему системной, а раз проблемы системные, значит, и подходить к решению нужно системно, то есть, поработать с законодательством, выявить, где проблемы, где есть проколы, и найти возможности понять, как их закрыть. Вы так аккуратно объясняете, что происходит и что не так. Я так понимаю, что все предельно просто. Воруют, берут взятки, и поэтому исчезают замечательные дома, строения, которые могли бы по-прежнему радовать... Ну, я думаю, можно так сказать, да, что, безусловно, ну, хорошо, на мой взгляд, или там, на наш взгляд, здесь работают коррупционные схемы, потому что ситуации, когда здания выводятся из-под договоров, из-под охранных номеров, извините, ну, это недопустимые. И когда я слышу, ну, в разговоре там с активистами из Киева, говорят, скорее всего, чиновники просто не понимают, что они в руках держат, ну, в смысле, культурную спадщину, что насколько это важно. Я считаю, что чиновники не просто понимают, они очень хорошо понимают, что они в руках держат, и, даже не поддаваясь, а идя, ну, вот, навстречу таким просьбам и предложениям, ну, они прекрасно понимают, и что они на этом зарабатывают, и чего лишаются. То есть, ну, здесь, ну, на мой взгляд, цена достаточно высокой должна быть. Как вы думаете, насколько реально действительно будет их заставить работать по закону и перестать творить то, что происходит? Ну, как это сделать? Ну, да, мы знаем хороший пример, когда всем известная так называемая Доробла на площади все-таки не поставили, потому что активисты выиграли дело против городского совета. Но это единичный случай. А ведь у нас десятки случаев других, когда менее известные объекты исчезают. Как можно на это посмотреть? Смотрите, во-первых, я считаю, вы на свой вопрос практически ответили уже. Это я имею в виду работа общественных активистов. Безусловно, закон не может работать или не работать. Вот такой еще отдельный оборот речи. Чиновники там выполняют или не выполняют, пока общественность не будет контролировать происходящее, не будет реагировать, не просто наблюдать за происходящим, а реагировать адекватным образом на ситуации критические. Все будет происходить так же, каким бы закон ни был, хорошим или плохим. Если мы не требуем его выполнения, мы, я имею в виду общественная общественность, его и выполнять не будут. Это первое. Поэтому, опять же, возвращаясь к разговору о проекте, одна из идей проекта, что мы считаем результатом проекта, мы знакомимся с активистами не только харьковскими, которые поддерживают, ну и защищают объекты культурного наследия, но и в других городах. А проект включает в себя работу с шестью городами. Это Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Ивано-Франковск и Львов. И, конечно, мы будем рады, если к нам присоединятся другие города тоже. И мы приглашаем активистов отозваться, идти нам навстречу нашим представителям тоже, которые звонят и связываются. Так вот, мы хотим организовать, скажем так, горизонтальные связи, в конце концов, познакомиться банально с представителями других городов тоже, с тем, чтобы обмениваться опытом, чтобы вместе вырабатывать какие-то предложения, опять же, по вот этим самым изменениям. А как вас найти, куда обращаться, где вас искать? Как вариант, можно записать телефон. Да. Это телефон горячей линии благотворительного фонда «Харьков с тобой», то есть той организации, которая ведет проект. 097-630-7376. Звоните, если хотите присоединиться к, я не побоюсь этого слова, борьбе. Это настоящая борьба за то, чтобы города все-таки, их лицо сохранилось. Сохранилось все-таки. Как вы думаете вообще, зачем этим заниматься? Ну ведь посмотреть, общество глобально интересует совершенно другие, более приземленные вещи. По поводу приземленных вещей. Вот специально, ну как мне кажется, ответ на вопрос по поводу приземленных вещей. Лишаясь прекрасных архитектурных зданий, ну архитектурных памятников и исторических памятников, которые сохраняют историческую атмосферу, скажем так, города, мы лишаемся в первую очередь прямо, ну наносим себе удар с финансовой точки зрения, экономической. Потому что мы лишаемся, ну так называемых, туристических точек притяжения. То есть в конце концов, когда мы едем в европейские страны и города, мы в первую очередь или там в одной из первых очередей мечтаем побывать в музеях, мечтаем увидеть прекрасные здания, прекрасные картины, ну опять же ж музеи и так далее, и так далее. То есть то, ну в частности, ради чего люди едут в другую страну, в другой город, лишая себя вот этих самых изюминок в нашем родном городе, ну сейчас я, допустим, говорю про Харьков, но вообще можно говорить и про Украину вообще в любом другом городе, мы лишаем туристов, ну в известной степени интереса, ради чего ехать. В частности, можно приехать в Харьков, чтобы увидеть, а здесь есть что показать. И это не только старинные особняки, допустим, которые сами по себе хороши, но и здания конструктивизма, модернизма и так далее. И вот специалисты-архитекторы, например, как раз больше акцент даже делают именно на то, что Харьков — это город конструктивизма, там столица конструктивизма. То есть это все в частности и возможность заработать деньги. Лишаясь зданий, лишаясь красоты, мы лишаемся и этой возможности. Кроме того, здания, которые разрушаются, они могут использоваться просто, ну, по прямому назначению. Как? Ну, в них могут жить люди, вообще говоря. Но при этом здесь вот интересно, можно сравнить, если я не ошибаюсь, с Великобританией, ну, скажем так, в одной из европейских стран. Существуют льготы, которые предоставляются жителям, там, например, какого-то, ну, исторического здания, там, дворца, льготы на коммунальные оплаты. Зато там в течение выходных дней в это здание проводятся, в этом здании проводятся экскурсии. То есть, ну, вот такой вариант. Я могу сохранять здание, в котором живу, ну, дворец или, господи, как правильно сказать, ну, какое-то, да. Это, может быть, даже, там, не может быть, а совершенно определенно доставшееся от предков, которое самому сложно поддерживать, но так вместе, ну, в должном состоянии, я имею в виду, сложно поддерживать, но вместе с городом, допустим, который дает, предоставляет какие-то льготы, можно и здание сохранить, и сделать вот эту самую точку притяжения. Да, но над этим еще... Ну, над этим надо работать и работать, конечно же. Или, в конце концов, тут, я думаю, даже и вы сможете вспомнить или привести примеры, в конце концов, что мешает в таких зданиях создавать небольшие гостиницы, хостелы и так далее. Лофты держим. Совершенно верно. Сохранив основное, сохранив, в конце концов, внешний вид, мы можем ими, я имею в виду, зданиями пользоваться, ну, так, как они заслуживают того, чтобы люди приходили, общались и так далее. То есть это все, я обращаю внимание, что речь не идет о поддержке, о вложении денег, инвестировании, ну, вложении, вернее, денег просто в то, чтобы поддерживать абстрактную культурную спадшину. Речь идет, по сути дела, об инвестировании, о вложении денег в то действие, ну, в ситуация, которая может... Скажем так, в наше будущее. То, что может нас поддерживать, сохранять память о том, что было, и, ну, это к вопросу о приземленных темах, и поддерживать финансово, или самоокупаться, по крайней мере. А кроме того, я считаю, что, ну, разрушение, та ситуация, которая происходит в Украине с памятниками культуры, памятниками архитектуры, наносит серьезнейший удар по репутации Украины как страны культуры, как культурной страны. Потому что мы видим и знаем, с каким трепетом относятся в европейских странах к своим архитектурным и археологическим. Тут можно говорить вообще, ну, культурная спадщина, имея в виду, это речь не только о зданиях. Это исторические места, ну, архитектурные, археологические и так далее, и так далее. С каким трепетом относятся еще раз в европейских странах. И когда видят, с каким пренебрежением здесь, то, естественно, ну, возникает вопрос, ну, что за дикари вообще здесь живут. Спасибо, Елена. У нас, к сожалению, время уже заканчивается. Я напомню, что мы говорили сейчас о проекте «Контр-Уэс. Сохрани будущее». У нас в гостях была Елена Роффа-Бикетова, инициатор и координатор этого проекта. И я от себя добавлю, если вам не безразлична судьба исторических объектов архитектурных в Харькове или в других городах, те, кто нас сейчас смотрит, присоединяйтесь к проекту. Елена – это стоящий, нужный, годный проект, который, я надеюсь, позволит нам действительно сохранить то, что нам осталось от предыдущих поколений. Кстати, мы сейчас посмотрим видео, которое прекрасно показывает, что происходит в Харьковской области. Ну, может, это не совсем исторические памятники, но это дореволюционные имения, в которых впоследствии были какие-то учреждения. Это видео о пятой накипело экспедиции в Харьковскую область, как я уже сказал, под руководством историка Антона Бондарева. Смотрите и оставайтесь с нами, через пять минут мы вернемся. Первая точка нашего сегодняшнего путешествия – старое село. В советское время называлось Червоное. Здесь находится самая старейшая усадьба на Слобожанщине и каменная постройка. Усадьба Кондратьевых, в которой, по легенде, останавливался Петр Первый после Полтавской битвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усадьба середины 19-го, начало 20-го века с Бары Мирских. Давайте же посмотрим, что от всей этой красоты осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лифино, усадьба Хрущевых В 1859 году здесь гостил Тарас Григорьевич Шевченко И именно в Лифино он написал прекрасное стихотворение Ой, на горе, ромэн, цветэ Сохранилась как и сама усадьба, так и усадебные флигеля Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Харьковский фонд психологических исследований И Анетта Салайчик, председатель польской общественной организации HumanDog Субтитры создавал DimaTorzok 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 В семье погибших солдат. Солдат, да. И очень большая благодарность в том, что была такая, очень ресурсная, и есть такая ресурсная, такая возможность. Давайте я еще Анету поспрашиваю, тоже вот еще одна наша гостья, как я уже сказал, председатель польской общественной организации Human Dog. Почему? Наверное, это банальный вопрос, а вместе с тем, почему проект решила организация поддержать? Так. Проект есть финансованный в рамках программа ППРММЗЗ. Этот проект финансируется в рамках питрымки ППМЗЗ. Генерално идея этого программа есть такая, чтобы принять помощь развитие странам, которые в большей ситуации, чем в России. Генеральная идея этого проекта в том, чтобы помочь этим странам, которые находятся в более сильной ситуации экономической, чем в России. И делить себя таким опытом, в котором мы имеем какую-то виду и очень хорошие результаты, и как это привести на другие общества. И обмениваться своим опытом с теми сообществами, которые и переносить на другие общества. Этот опыт, который мы имеем сейчас. Так. В связи с тем, в связи с этим, мы проводили тренинги для зоспоу, который работает в нашем центре. В связи с этим, мы проводили тренинги для этих работников нашего центра. Приезжали специалисты из Польши. Тут приезжали специалисты из Польши, тренеры. И так, как все участники говорили, что это была очень уникальная возможность скурестания из такой виды, до которой доступ есть, скажем, оттрудненный. И все участники, которые принимали участие в этом проекте, говорили о том, что вынятковая возможность увидеть этот опыт прекрасный. И каждый из этих тренингов вязался с тем, что как бы повстала очень близкая релация между тренером и участниками. И каждый тренинг, каждый тренинг был очень близкий, между тренером и участниками. И поэтому они могли бы открыть и спросить о свои какие-то проблемы, которые не обязательно были порушены в тренинге, но в какой-то способ они нужны для работы. И поэтому они могли открыть и спросить от тренера о такие вещи, такие проблемы, с которыми они встречаются, которые им нужны для решения каждого дня. А какие у вас впечатления от работы проекта? Так много в нем подпроектов, скажем так? Есть много подпроектов. Какие впечатления от тренера этого проекта? На pewno нас это сильно порушает. У нас немного есть. Потому что центром – это место, в которой есть занятия каждый день. Это организованный harmonogram, что происходит регулярно. Центр – это просто, где происходят каждого дня занятия. И много разных занятий. А опроча того, есть очень много инициатив, которые выходят в пространство. Кроме того, есть очень много инициатив, которые выходят за рамки центра в простое места. То есть участие во всех фестивалях артистических. Это принимает участие в разных фестивалях, и пенингах. Также есть группа психологов, которая ездит до модульного городка и проводит артистерапию для детей. Также у нас есть группа психологов, которая ездит в модульный городок и проводит артистерапию для детей. То есть это так, что центром артистом, где всех приглашаем? То есть как дом, то есть открытый, там нет ограничений? Так что наш центр является местом, которое открыто на всех, без никаких ограничений. Кто может прийти, кто может принимать участие в наших работах. Но мы тоже стараемся выходить до людей. А мы также пытаемся выходить до людей. Татьяна, вот в обществе все-таки накопилась усталость от проблем. Тяжелое время и в том числе люди стараются таких тяжелых тем беженцев и детей с серьезными заболеваниями. Насколько сильно влияют такие настроения на вашу деятельность? На нашу деятельность? У нас нет разграничений между детьми или кто к нам приходит. Но в то же время очень важно, что создается такое безопасное пространство, ресурсное, где ребенок может поделиться и рассказывать о своих трудных переживаниях. Но это не является таким концентрирующим и угнетающим моментом. А это дает возможность ему получить реальную поддержку детей, преподавателей, людей, которые вокруг. То есть ребенок начинает делиться, когда ему становится безопасно. Вот тогда он начинает рассказывать что-то и с тем, чтобы получить эту поддержку. У нас мы поймали такую закономерность, что дети начали рассказывать после того, как полгода прошли занятия в артецентре, занятия с психологами, занятия по формированию вот этого безопасного поля. Но при этом дети учатся дружить, учатся делать какую-то работу совместно. Они учатся друг другу помогать, потому что нас в обществе не учат, как правильно оказать, как поддержать, когда человек расстроен или чем-то он озабочен. Но мало того, мы оказались в том, что и взрослые не умеют это делать. У нас есть возрастная группа, мы ее называем группой элегантного возраста 60+, где тоже приходят к нам взрослые и получают такую поддержку. Они имеют возможность поделиться тем, что им болит. И туда входят тоже разные кризисные категории. Но при этом устанавливаются глубокие связи, когда человек может понять другого. А кому, прежде всего, вы сейчас помогаете? Потому что, может быть, задачи изменились по сравнению с тем, когда проект только начинался? Нет, задачи не изменились. То есть приходят разные люди, но при этом расширилась категория оказания помощи. Потому что мы подключили и семьи погибших в АТО. Мы и подключили работу с детьми с особыми потребностями и их родителей. Потому что это тоже большая область, в которой не так много уделяется у нас внимание. И поддержки родителей очень требуют. И просто эмоциональной такой разброски. Еще такие уникальные вещи, которые у нас здесь тоже, мне кажется, происходят. Это дети сами создают мультфильмы на фототерапии. Мы используем очень много разных видов арт-терапии, киноклубы, фильмотерапии. Мы сейчас тоже пытаемся создать свой документальный небольшой фильм о работе арты-центра и так далее. То есть у нас и выезжаем в серую зону, у нас были выезды на фестивали и так далее. То есть колоссальная работа, очень творческая. У нас студия магии театра в рамках проекта создала два или три спектакля. Тоже о разговоре, там касается темы детей, которые приехали сюда. О конфликтах в подростковой среде и как они решают эти вопросы. То есть это такая очень большая работа. Вот может быть сейчас кто-то смотрит наш эфир из людей, которым нужна помощь. Как можно к вам обратиться, куда звонить, писать, что делать? Если можно, я вам тогда скажу, телефоны. Да, конечно. У нас тоже есть строгорячая линия, на которой 067 419 61 56 063 301 18 03 099 794 60 67. Вы можете позвонить по этим телефонам и записаться на любые занятия. Вам администраторы расскажут, какие занятия проходят. И это происходит бесплатно. И еще одна вещь. Очень важная вещь. Очень важная вещь. Так, потому что в центре есть нон-stop дежур, нон-stop. В годинах działания центра есть дежур психолога. Часами, даже если ситуация, которая произошла, можно просто прийти. Не нужно звонить, не спросить психолога. Всегда готова. Так что иногда, если что случится, то всегда психолог есть, он находится и готов. И можно просто прийти, даже без записи на какую-то поддержку. У меня еще последний вопрос. Какие у вас впечатления от Украины? И какие вы, я понимаю, что это, наверное, сложный, неоднозначный вопрос. Какие вы перспективы видите у страны? Потому что Польша и Украина сейчас находятся в особых отношениях, близких, соседских. Какие впечатления от Украины? Понимаешь, так? Генерално впечатления. Часто я встречаю с тем, что люди говорят, что Поляки не любят Украинцев. Часто я обычно говорю, что Поляки не любят Украинцев. Я думаю, что это не правда. В моем думе, это абсолютно не правда. И я думаю, что, при ней к моему поводу и моему общению, то есть приюзное настроение. Ну, мне кажется, это точно такие приюзные настроения для Украины. И я думаю, что Украинцы тоже есть очень приятные, molt приятные для Поляков. Я думаю, что aucune Украинец будет приятенными для поляков. Но есть много различных культурных. Они тоже находятся различные культуры. И мы стараемся часть таких повторных способов реагирования людей на помощь знивеловать. Так что мы намажаемся уменьшить частину... чего? Знивеловать, реакции на помощь. Знивеловать, уменьшить эти негативные реакции на помощь. Так, например, в Польске уже немного доросла до того, что помощь психолога не является чем-то негативным. Например, в Польске уже немного доросла до того, что помощь психолога не является чем-то негативным. А тут очень часто даже в таких разговорах, которые я проводила... А тут даже в этих разговорах, которые я проводила... ...то был такой страх. Да, это у нас еще такая проблема. Так что у нас эта артистическая работа, эта творчество, чтобы доказать, что здесь точно не имеет чего-то бояться. Потому что очень часто бывает так, что решение психологических проблем... ...то это начинает решение других проблем, не психологических. И это очень важно. Повязанных с работой, учебницей, замешкания... ...с местом работы, жизни, проживания. Давайте напоследок, Татьяна, еще напомним. Можно получить в артецентре психологическую помощь. И что еще может предложить артецентр? Что еще может предложить артецентр? Это группы психологической подготовки к школе для детей 5-7 лет. Это работа группы «Солнечные зайчики», киноклубы для развития мышления, речи и так далее. Это работа фототерапия, работа с внутренними ресурсами, с внутренними пониманиями того, как двигаться дальше. Школа магии театра. Это группа для возрастных людей 60+, туда приглашаем всех на клубы общения. Это работа одновременно эффективный родитель с родительскими проблемами и возникновениями, как лучше установить отношения с детьми. Это две группы работы с подростками в форме плейбэк театра от 12 до 16, от 16 до 18. Это представление плейбэк театра «Живое зеркало», какие-то мероприятия, которые проходят у нас. Это психологические консультации, это просто дом, где можно прийти попить чаю, поговорить с нами, с ребятами, познакомиться и так далее. Очень много разных занятий, инициатив. К нам приходят просто дети с окрестностью, побыть там, поиграть и пообщаться со всеми. Спасибо большое. В общем, если вам нужна психологическая поддержка, если вы чувствуете, что вам непросто сейчас обращать в артецентр, там замечательные люди, которые всегда готовы помочь и стать, может быть, даже не только поддержкой, но и семьей. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я напомню, это была программа «Будь в курсе», Евгений Стрельцов меня зовут. Мы выходим каждую неделю, теперь снова выходим по пятницам в половине третьего. Присоединяйтесь. И напоследок мы посмотрим ролик о презентации сказок шрифтом Брайля для слабовидящих детей. До встречи через неделю. Тут богатый книжок, и после того, как мы поднимемся, все пограем, мы посмотрим тут разные книжки. Пришел целый класс из школы-интерната номер 12 для слабовидящих детей. Здесь много деток сидит. Мы будем путешествовать в страну шеститочью, и что это за страна, вы узнаете дальше. Попасть в эту страну очень сложно. Не сразу. Как в любой сказке, нужно пройти много дорог и выполнить много заданий. Зачем охотник носит ружье? Чтобы охотиться на свете. А зачем? 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 Чтобы кушать хотеть? Дед Громче, скажи. За спиной. За спиной. За плечом. Правильно. Давай. Ю-ху-ху. Поднимай руку. Ю-ху-ху. Громко вместе со мной. В свете последних событий президентского указа про инклюзию, незрячие дети тоже могут пойти в школу, обычную, массовую. И что же им делать? Как получать информацию? И мы говорим о том, что сегодня будут у нас детки, которые видят, и дети, которые не видят, плохо видят. И мы хотим познакомить друг с другом, чтобы они не боялись один другого, чтобы они знали, что они вместе могут играть, вместе могут учиться. Что это не так страшно, что ребенок незрячий придет в школу обычную, к обычным детям в класс. Вы знаете, вот мы были в Швеции, мы были в Чехии, мы были в Болгарии. Там существуют ресурсные центры для тех детей, которые в инклюзии. В Швеции книги незрячим детям дают с года. С одного года можно давать книги для того, чтобы дети могли, даже если они не знают букв, они не понимают, они могут... Это познавательная деятельность у детей развивается. Они понимают, что книжечку можно листать. Обычный зрячий ребенок точно так же с мамой. Он листает книжечку, он говорит, что тут... Мама ему показала, тут колобок, тут лисичка, тут медведь. А потом он маме рассказывает, он имитирует. Имитация чтения – это тоже очень важный процесс в развитии ребенка. Эти книги с универсальным дизайном, с рисунками. То есть можно всей семье смотреть, можно с одноклассниками смотреть. И учителю легче, ведь он не сразу выучит шрифт Брайля. Сегодня для презентации мы взяли так основные книги. Но мы стараемся современных авторов, авторов, которые сейчас востребованы, чтобы незрячие дети от сверстников не отставали. Они знали то, что читают их одноклассники. Для тех ребят, которые плохо видят или не видят, мы приготовили адаптированные игры со шрифтом Брайля. И здесь слова есть и на русском, на украинском, на английском языке. Патратики разные такие. Они совсем разные на ощупь. Сова. Она символизирует мудрость. Чтобы вы такими мудростью... Кушки, крылышки, 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 крылышки... А вот это пудико... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова